Всем привет, дамы и господа! С вами снова я, Александр. И я сегодня вам хочу рассказать о кресле. Это кресло от компании Concorde. Моделька называется у нас Transformer X-Bag. Это не новинка. Это кресло уже существует достаточно много лет. Transformer это вообще целая линейка кресел, построенных на базе одной модельки, но с разными там фишечками со своими. Вот. Это самая простая версия, но она не хуже самой лучшей, за исключением там автоматического подъема, например, подголовника или жесткого изофикса, а не на ремешках. Ну, разница в цене. Она, знаете как, не оправдывает ту разницу в цене. Поэтому вот эта моделька и есть та самая золотая середина, где у нас отличное соотношение цена, качество и безопасность. И плюс ко всему хочу сразу подметить, это кресло одно из самых комфортных, на мой личный взгляд, повторюсь, на мой взгляд, в категории 2-3. Это с 15 килограмм до 36. То есть от метра роста до уже до победного конца можно эксплуатировать. Это немецкая компания. По безопасности здесь все очень неплохо. Этому креслу вообще смело можно доверять ребенка. И давайте разберем, что оно из себя представляет детально. Какие здесь материалы, как оно крепится и все остальное. Что касается материалов. Здесь материалы нацелены на практичность и долговечность. Назвать их премиальными, мягкими, там какие-то супер тактильно приятными я не могу. Это просто нормально, не раздражающая ткань. Тактильно абсолютно нормально воспринимается. Но она очень долгоиграющая. И даже через несколько лет зацепок, катушек, там еще чего-то особо на них не наблюдается. Поэтому все это соответствует цене. Что касается комфорта ребенка. Смотрите, здесь посадка одна из самых эталонных, как я уже вам говорил. И почему это так? Она сделана вообще как трон. Вот смотрите. Я поднимаю и это кресло раздвигается еще параллельно в ширину. И получается, что у нас здесь выемка под руки, под локотник. И все находится там, где нужно. Реально, как на царском троне ребенок сидит. В общем, по посадке вообще у меня претензий нет. Очень просторная, широкая, удобная, длинная сидушка. В общем, посадка здесь на 5 баллов. Вообще никаких претензий в этом отношении к креслу нет. Так, что касается крепления. Если у вас нет изофикса, просто берем, ставим и ремнем крепим. Но если есть изофикс, здесь есть тоже система изофикса. Вот тут нажимаем и достаем его. Он на ремешочках. Вот вы видите, как эта система работает. Вот. На ремешках, а на конце нормальный полноценный жесткий изофикс. Пристегиваем к автомобилю. Вот. Чуть поднатянули. Собственно, можно эксплуатировать. Повторюсь, если нет изофикса, мы просто его ставим. После чего нам нужно посадить ребенка и уже пристегивать трехточечным автомобильным ремнем. В случае, если изофикс есть, это всего лишь дополнительное крепление к кузову. Это главную роль здесь играет вот этот самый ремень. И самое важное, что нужно знать, не устану это повторять, в 2-3 категории. Не пятиточные ремни, а взрослые. И из-за этого в подголовниках всегда есть, вот отсюда вам видно, вот так вот, специальные направляющие для ремня. Проводим ремень туда, оставляем его там на все время. И отрегулировать нам нужно подголовник таким образом, чтобы расстояние от плеча до подголовника было не больше двух пальцев и желательно не меньше одного, чтобы он элементарно не давил ребенку. Если вы поднимете выше, чем на два пальца, ремень будет близко к горлу и при ДТП это может плохо кончиться. Поэтому вот вам золотое правило, никогда не вытаскивайте ремень из направляющего. Пускай оно всегда будет здесь, от этого хуже не будет, как говорится. Вот, собственно, по креплению мы с вами разобрались. Так, смотрите, что касается материалов еще, хочу заметить. То есть, по уходу за материалом, его лучше стирать не больше 30 градусов, потому что если оно сядет, в смысле материал, если сядет, вы уже обратно не оденете. Поэтому за этим обязательно следите. Уже были случаи, пытаются люди по гарантии этот вопрос решить, но это не гарантийный случай, друзья. Поэтому за этим следите сами, потом проблем у вас не будет никаких. Так, в целом, по большому счету, всю информацию, которую я вам хотел по креслу донести, я донес. Как по мне, это одно из лучших кресел в этой категории. Это немецкое кресло. Вот, с такой посадкой. Вот именно вот такая посадка вообще мало у кого есть. Что-то подобное есть бренда Ricara, в новой Maxi-Cosi что-то вот близко к этому. Но все равно чуть-чуть не то. Вот здесь посадка практически, как по мне, эталонная. Поэтому я и рекомендую это кресло. Вот цена, качество, безопасность здесь, наверное, на самом лучшем уровне. Ну, есть, конечно, бюджетные относительно кресла, тоже именитых брендов, которые вам почти то же самое дадут. Но с посадкой чуточку, но проиграют. Вот, поэтому, в целом, все, что хотел сказать, сказал. Ссылка на это кресло внизу, на магазин Мир Автокресел будет. Если в обзоре оно вам понравилось, смело можете заказывать. Можете заказать два кресла, вам привезут два на выбор. Вообще, другой бренд. Можете взять дома, посмотрите, там или в машине, где хотите. И уже одно какое-то приобретать. Вот такой вот сервис есть в Мир Автокресел. Вот, ну а я, в свою очередь, хочу лишь пожелать вам хороший, грамотный выбор. Сделать детское кресло для вашего ребенка. И всего доброго вам. До свидания.